Найти инвестора и фактически за руку привезти его в нашу область. В этом я вижу свою личную задачу, сказал Алексей Дюмин на презентации программы «Земля, силы и талантов». В программе была поставлена цель к 2021 году увеличить объем инвестиций в регион на 50% и довести его до 150 миллиардов рублей в год. Область смогла выйти на этот показатель уже в 2018 году. Благодаря активной работе по улучшению деловой среды сейчас Тульская область стабильно входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Особая экономическая зона «Узловая» — одна из самых молодых и, по оценкам Минэкономразвития России, одна из самых успешных в стране. Первый завод здесь возвели всего за полтора года. Сегодня в ООС зарегистрировано уже 11 резидентов и создано 1100 новых рабочих мест. В 2019 году в индустриальном парке «Узловая» открылся первый в России автомобильный завод «Хавейл». Предприятие уже выпустило более 5000 автомобилей. В июне 2019 года Алексей Дюмин презентовал проект «Хавейл» лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. На Петербургском международном экономическом форуме была достигнута договоренность о строительстве второй очереди завода. Речь идет о локализации производства комплектующих и создании еще порядка тысячи рабочих мест. Усилил свои позиции флагман экономики — оборонно-промышленный комплекс. Тульские оружейники успешно выполняют контракты по гособоронзаказу. Кроме того, наши конструкторы и инженеры разрабатывают новые системы вооружений для армий. Начал работу крупнейший в европейской части России литейно-прокатный комплекс на базе конвертерной технологии «Тула Сталь». В проект инвестировано более 55 миллиардов рублей. Продолжает расширять производство компания «Щекино Азот». На 2021-2023 годы намечен запуск новых установок по производству азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола М500, аммиака и карбамида. Принято считать, что Тульскую область кормят три отрасли — ОПК, химия и металлургия. Но сегодня это уже не совсем так. Опережающими темпами развивается сельское хозяйство, в том числе за счет привлечения инвестиций. Регион вышел на второе место в стране по производству картофеля и на третье — по производству рапса. Развиваются свиноводства, производства индейки и даже такие уникальные для региона отрасли, как оленеводство. Тепличный комплекс «Тульский» стал одним из крупных проектов не только для региона, но и для отечественного ОПК в целом. Не только оружием и промышленностью славится «Тула». Это регион с богатой историей и культурой. И сегодня динамично растущий туризм увеличивает свой вклад в экономику. Тульский пряник, тульская гармонь, белевская пастила — великие имена и исторические события. В регионе делается все, чтобы бренды, которыми гордятся туляки, звучали по всей России и далеко за ее пределами. Тулу знают, тулы интересуются, в Тулу приезжают. Обновляется облик городов и поселков, реставрируются памятники истории и культуры, создаются новые общественные пространства. Больше века Казанская набережная была закрыта от горожан глухим забором Тульского оружейного завода. Город не имел полноценного исторического центра. Алексей Дюмин нашел решение. В рекордные сроки, всего за год, в Туле была построена новая набережная. Улица Металистов стала пешеходной, и сейчас там идут работы по строительству музейного квартала. В 2020 году свои двери откроют филиалы четырех федеральных музеев. На простаивавших площадях завода «Октава» создан творческий индустриальный кластер. Это точка притяжения для креативных людей как из Тулы, так и из других городов России. При этом было сохранено легендарное производство микрофонов. К своему статусу оружейной столицы Тула добавила несколько новых. Новогодняя столица, библиотечная столица, летом театральная столица, а еще третий музейный центр России после Москвы и Санкт-Петербурга. В последние годы Тульская область динамично развивается, усиливая традиционные и осваивая новые направления. Область становится все более современной, комфортной, привлекательной. Это наша земля. Земля, которой мы гордимся. Субтитры создавал DimaTorzok